Охотничьи традиции Или на енотов То нам необходимы будут собаки Которые способны работать в норах Ну а если наши угодья Располагают прекрасной численностью Пернатых То без хорошего дратхара Нам вообще не обойтись К сожалению в восточной Европе Охота с собаками на птицу Не очень распространены Из-за плохих традиций И из-за того что мало птиц на природе Но что же делать охотнику Которому хочется завести свою Хорошую собаку на птиц Но нет возможности тренировки на природе Тогда нам на помощь приходят Специальные вольеры Где выращивают диких фазанов На один такой вольер Мы прошлым летом и приехали Чтобы посмотреть как обучают Собаку на работе по птицам И как эта охота происходит На этот раз охотничья тропа Привела нас на восточную часть Латвии На этой самой лучшей модели 57-го года Мы прибыли на хутор Краскаун Где хозяйничает Марис Здесь большое разнообразие возможностей Как для туризма, так и рыболовства Но нас интересует охота на фазана Это очень непривычная охота для Латвии И сегодня мы сможем на такой охоте Поучаствовать Как это будет происходить, Марис? Выслеживать будем с помощью собаки А стрелять будем из ружья Охота на фазана Это привычное дело в Италии, в Испании и в Европе Но для Латвии это редкость Такая охота характерна тоже и для России Для больших стран Где так охотятся уже с древних времен Да, к сожалению, в Латвии Охота с собакой вообще имеет свои традиции Но охота с собакой на птиц Это пока что-то особенное А теперь отправимся на ферму фазанов Чтобы понять, как этот процесс начинается Первая скорость, так? Да Если в Чехии и в странах еще больше к югу Фазаны живут на природе То в Латвии это невозможно У нас их выращивают в неволе Как это происходит? Здесь для размножения отобраны лучшие птицы Мы собрали разных птиц из разных стран И очень стараемся, чтобы они прижились у нас в Латвии Теоретически они здесь могут жить Климат подходящий Проблема в том, что у нас весной очень долго сырая Прохладная погода Как раз во время высиживания яиц Тогда-то они и больше всего погибают Поэтому в этот период мы очень много птиц выпускаем на волю С надеждой, что они приживутся у нас на природе И каковы ваши наблюдения и опыт? Если после охоты какие-то фазаны остаются на природе Они год выживают? После охоты остаются обычно около 50% фазанов Это обычно взрослые птицы, у которых нет проблем выживания Хищников они не боятся Они сидят на деревьях и в кустах Проблемы в основном начинаются в период размножения Когда вылупляются цыплята Ну и что тут у нас? Серенькие, это, наверное, курочки А красавцы с яркими оперениями, петухи Да Приобретаем опыт самостоятельно Сколько петухов и сколько курочек надо держать вместе Чтобы получать наилучший результат Оказалось, что если слишком много петухов вместе Они больше дерутся между собой И у них другие интересы Мы наблюдаем за ними И самых агрессивных отделяем от остальных И так мы пришли к выводу Что лучше всего 5-6 куриц на одного петуха Самых бойких петухов мы убираем в сторону Чтобы процесс продолжался Потому что их бои происходят очень и очень сурово Расскажи, какие до сих пор были традиции охоты на фазана в Латвии И как будем охотиться сегодня Трудно назвать это традициями Эти птицы использовались как живая мишень для стрельбы дробью Охотники выстраивались в круг Посередине спрятался человек, который выпускал птиц Он кидал их наверх и в чью-то сторону птица летела Тот охотник и стрелял Это достаточно варварское мероприятие И мы придерживаемся к варианту охоте более близкому К естественным природным условиям Выпускаем птиц на волю И даем охотникам возможность охотиться на фазана С помощью гончей собаки Собака находит и указывает на птицу Охотник попадает или промахивается Птица может улететь и в другом направлении Или еще что-то может произойти Мы стараемся максимально приблизиться К естественным природным обстоятельствам Птица живет своей жизнью Имеет возможность спрятаться, уйти от охоты А теперь подошло время познакомиться с главным героем Нашей сегодняшней охоты Да, это немецкий Курцхар Мы его купили три года назад Очень много времени прошло, пока он усвоил навыки охоты Поведение и осанку, когда он должен указывать на птицу И как много времени прошло, пока мы поняли, что он нам показывает Но теперь уже мы можем сказать, что он работает очень хорошо Активно и с большой отдачей Я думаю, сейчас перейдем с теории на практику Пойдем на охоту и посмотрим, как собака действует на деле А на цыплят можем посмотреть еще и позже Пойдем туда Десять? Да Он уже будет уходить, да? Как я понимаю, много лет прошло, пока ты эту собаку научил заниматься этим ремеслом, да? Как процесс-то происходит? Ну, берешь щенка, начинаешь выращивать его Ну, как ему объяснить то, что надо поднимать птицу? Ну, учишь командам, учишь послушанию Ну, и начинаешь приучать, чтобы на птицу понимала, что это работало Какие команды сейчас вот она понимает? Я видел свисток у тебя Ну, на свисток реагирует как бы это внимание Покажи, как он действует Это что она должна делать сейчас? Ну, она обратит внимание, что нужно что-то или вернуться, или сделать какой-то... Ну, дать ей, дать ей команду на то, что внимания Все что-то это внимание Ну, и как ты показываешь, чтобы она подошла, например? Ну... Ко мне Ну, и тогда, когда вот она идет по полю, я понимаю, против ветра более-менее, да? Ну, против ветра начинает искать челноком запах птицы Находит, ну, как бы запах, ну, и ищет, где эта птица И как близко она к птице подходит? Ну, наверное, близко, и метр может подойти, полметра То есть птица не боится до этого времени? Ну, она, как бы, наверное, затаилась и ждет И тогда... Думает, что она спряталась И тогда охотник подходит, да? Подходит, и собака, как бы, или охотник ее спугивает, птица взлетает Ага То есть такой принцип охоты этот, да? Ну, да Ясно Ну, что ж, у нас сегодня несколько охотников А фазаны уже некоторое время назад выпущены на лугах Пойдем посмотрим, как эта охота происходит на природе Мы теперь идем по полю Собаку не выпускаем из виду Она покажет, где находится птица Тогда тот, кто ближе, вместе с проводником подойдут к птице И когда птица поднимется на воздух, можем стрелять Птицы на земле, конечно, не стреляем Где будет наша территория? Наша территория будет находиться вот там Мы пойдем вдоль тех мелких кустов и вперед До самого леса Как думаешь, примерно сколько птиц, по-твоему, здесь на лугу находятся? Где-то около 20 или 30 Обычно на один заход удается затравить 6 или 7 птиц Как думаешь, какие главные причины, почему птицы не улетают отсюда? Во-первых, здесь луга богата кормом для птиц Разными сортами травяных растений Во-вторых, в лесу им нечего искать Они прячутся на лугах и в маленьких кустарниках И мы выпускаем фазанов недалеко от фермы А при необходимости фазаны всегда могут подойти к ферме Где выставлены кормушки, которые защищены от хищников Так эта популяция создается И медленно распространяется во всей окрестности Ну что ж, ни пуха, ни пера К черту! Продолжение следует... Продолжение следует... А вот у нас появился и первый вариант Да, просто мы не были готовы Здесь очень хорошо было видно Как собака зигзагом причесывала весь луг И нашла птицу На этот раз фазан поднялся в воздух раньше Чем была возможность выстрелить Но собака продолжает зигзагом бегать по лугу И искать другую птицу Условия ветра на этот момент не такие Чтобы можно было идти против ветра Но собака все равно уже своевременно может почуять птицу Хотя это немножко труднее Хотя собака приблизительно указывает на место нахождения птицы Ситуация непростая Ты никогда не знаешь, в какую сторону птица вылетит Это полная неожиданность И ты должен быть очень ловким стрелком Да, я немножко поспешил Надо было дать птице выйти на прямое направление полета А как собака сработала? Идеально Просто фантастика Но все-таки первый выстрел Яниса оказался удачным Одна птица затравлена Так что надо тренироваться Петух Кто стрелял? Марис? Что там случилось? Ну как-то неожиданно птица появилась на горизонте Очень нежданно, да? Да Совершенно неожиданно Ну поэтому-то и охота интересна Что никогда не знаешь А вот еще один Поздно, ребята, поздно Улетела Здесь надо быть готовым в любой момент выстрелить Ты никогда не знаешь Каков будет угол выстрела И в какую сторону птица полетит А вот она думает, что она спряталась Ну вот, видишь, как интересно Те фазаны, что поднялись в воздух своевременно Прилетели, спрятались тут в этой длинной травке Как в джунглях И чувствуют себя в безопасности Мы видели, что собака подошла к ним На расстоянии полметра А они сидят, не двигаются Слишком близко было? Да Птица поднялась в воздух слишком близко И не хотела стрелять С такого близкого расстояния От дичи одни перья бы остались А когда он полетел дальше Было слишком низко Уже риск попасть в другого охотника А ты заметил, что те фазаны, которые улетают Пытаются спрятаться в кустарнике? Да Поэтому там, где разводят фазанов для охоты Специально сажают кустарник с колючками Еле с обрезанными верхушками Кусты для диких роз Чтобы фазанам было где спрятаться от хищников Таких как лис, енотов и разных хищных птиц И если он чует опасность Он пытается спрятаться в таком кустарнике И сидит там, как последний магиканец, да? Да В чем главная причина в Латвии? Тому, что фазан не может здесь прижиться Главная причина Слишком большое количество хищников Лисы, еноты, хищные птицы Куница, американская норка Слишком большая компания И зимы слишком суровые Слишком толстый слой снега Возможно, если их подкармливать И создать места, где им можно спрятаться от хищников Они приживутся Но это огромная работа И живут Но, ну, это работа Это огромная работа Это огромная работа Ну вот, опять поднялся петух Очень близко от меня Я пытался пустить его дальше от себя Чтобы не получилось выстрел С близкого расстояния Все-таки было точное попадание И теперь собака будет его искать И сейчас Сунц, верно, отрадись, куда нокрит. Иди, иди Собака нашла, и собака затравила Да, на этот раз так получилось Собака была ловче нас Почему такая ситуация получилась? Птица не успела подняться в воздух Ну, трава очень длинная И на улице жарко Птица могла запутаться в траве Для нее главное Первый рывок наверх В этом случае собака разрешила ситуацию По своему усмотрению Как долго собака может работать При таких обстоятельствах? Мы здесь охотимся уже 2 часа Обычно несколько часов Но теперь уже подходит под вечер И не так жарко Трава не слишком длинная Так что посмотрим Как думаешь, в Латвии есть перспектива Таким собакам? Ну так, для рядового охотника Я думаю, что таким гончим на птиц Блестящая перспектива И как, по-твоему, эта собака Показала бы себя на охоте на вальшнепа Что является самым традиционным видом Весенней охоты в Латвии Но сейчас, к сожалению, осталась только осенняя охота Ну, это совсем другая охота Но похожая на охоту на фазана Тоже надо найти, показать, поднять птицу на воздух И так как мы теперь находимся в Евросоюзе И у нас осталась только осенняя охота Это, в принципе, единственный вариант Как охотиться на вальшнепа осенью Да 20-й калибр 20-й калибр Ну, тут вопросов нету Расскажи, пожалуйста, про свое оружие Ну, у меня сегодня так получилось, что я не взял с собой ружье полегче Которое более подходит на этой охоте У меня с собой дриллинг Наверху 9,3х74 А внизу 20-й калибр Но, как вы видели Из этого калибра можно успешно охотиться на фазана 20-м калибром? Да Пятый номер Отличный выстрел Спасибо После охоты должен отметить Хорошее заключение охоты получилось Пару часов охоты Прекрасная компания джентльменов И добыча тоже неплохая 4 фазана Расскажи, пожалуйста, что это за птицы? Чем они отличаются? Это классический охотничий фазан Их, вообще-то, очень много пород Но это более распространенные в Европе Начиная с Грузии и до южных стран Греции и Италии Как видите, петух фазана очень красивый С перьями ярких цветов А курочка серая Но так на природе устроено Самцы цветастые Самки неброские Хороший результат для парочасовой охоты Но надо отметить Чтобы такого результата добиться Надо сделать огромную работу Три года воспитания собаки И три года выводились сами фазаны Что вас, как охотников, в таком виде охоты привлекает больше всего? В чем перспектива такой охоты? Мне кажется, что перспективы такой охоты в Латвии хорошие Потому что это разнообразит арсенал видов охоты Но много труда нужно вложить Как ты уже отметил Выращивание фазанов и воспитание собак А также выборе местности И ее приспособление к нуждам охоты Одно дело Выпустить фазанов на природу Незадолго до охоты А совсем другое дело Когда фазан привыкает И живет на природе Надо им создать Хорошие условия кормежки И возможность спрятаться от хищников Надо специально сажать колючий кустарник Надо подкармливать фазанов Чтобы они не ушли на другую территорию И все это требует труда Но если с этим справиться Охота просто отличная Но как тебе, Ян, скажется Ты достаточно активный охотник Как думаешь, такую охоту надо проводить с собакой? Конечно, надо И самый интересный момент Это когда собака птицу находит И ты не знаешь, в какую сторону Одна поднимется И куда полетит Тут и появляется твоя ловкость Как охотника Можешь попасть А можешь промазать От сегодняшней охоты Можно сделать вывод Что те, кто занимается воспитанием гончих собак Могли бы больше работать с гончими на птиц И тогда Традиционная весенняя охота на Вальшнепа Станут и традиционной охотой Субтитры создавал DimaTorzok